Глава 2. Мои университеты. Подготовительные курсы. Изо дня в день знакомые и соседи твердили моему отцу. Ребе, что вытворяет ваш сын? Его поведение и для вас опасно? Ну, неделю он не будет работать в субботу. Ну, месяц! Но нельзя же всю жизнь прожить, как на войне. И что из него выйдет? Сейчас, когда ему 16-17 лет, он мог бы еще учиться и стать инженером, врачом, но он нигде не учится. Родители молчали. Мир вокруг становился все мрачнее. Сначала закрыли миквы. Потом шохетам запретили резать мясо. Людям оставалось либо полностью отказаться от мяса, либо есть трефное. Некоторые выдержали, некоторые нет. А дети, повзрослев, уже не колеблясь, покупали и приносили домой трефное. Потом в 30-м году закрыли синагогу. Помню, мы с отцом шли с молитвы, со старым шохетом Реб-Исраэлем, и взрослые уже не впервые вели между собой такой разговор. В этот емкий пур еще был миньян. А вот соберется ли миньян через лет 20? Шохет сомневался. Нет, пожалуй. Отец задумался. Если найдется кто, чтобы собрать людей, то миньян и соберется. Взрослым, даже твердо верующим, в те дни казалось, что все кончено. Но я, мальчишка, был уверен, что все будет в порядке, и решил запомнить этот разговор и посмотреть, что будет. И запомнил. Смотрю, 15 лет прошло, миньян есть, 20 лет прошло, миньян есть и еще больше людей, чем прежде. Соседи в какой-то степени были правы. Куда бы я ни шел устраиваться, везде в субботу надо было работать. Пытался я стать фотографом, часовщиком. Везде рабочая суббота. Даже в охранники хотел податься. Тоже нельзя. Надо в субботу топить печи и отвечать на телефонные звонки. Так я и маялся без работы. Наконец, мать, благословенная ее память, предложила. Попробуй где-нибудь учиться. Будешь в субботу слушать, а писать не будешь. Я нашел подготовительные курсы для желающих поступить в ВУЗ. Курсы эти были организованы при Химико-технологическом институте оборонной промышленности. Институт серьезный и прием на курсы серьезный. Дело было в марте, а занятия на курсах начинались в сентябре. Да и принимали лишь тех, кто окончил 10 классов средней школы. Я трижды был у секретаря, и она в конце концов не выдержала. Молодой человек, да поймите же, люди учатся с начала года и то едва успевают. Вот, программа рассчитана на 10 месяцев, осталось всего три. Какой смысл воспринимать? То, что я опоздал к началу занятий, пришел в марте вместо сентября, было не единственной бедой. У меня ведь и справки об окончании девяти классов не было. Я не то что девяти, я одного класса не окончил. Кроме того, на курсах учились без отрыва от производства, тогдашний термин, то есть лишь рабочие с рекомендацией с места работы, а меня только что уволили. Шансы мои, похоже, равнялись нулю. Оказалось, кстати, что это был последний год, когда в институт разрешалось поступать без школьного аттестата, то есть с неполным средним образованием. Все решали вступительные экзамены. Потом эту льготу отменили. Не используя ее тогда, вуза бы мне не видать. Как известно, все, что не случается с человеком, к лучшему. К родителям пришли гости, и меня попросили приготовить чай. Я поставил чайник на примус, и вдруг плеснул керосином на руку и обжег. Три года я возился в мастерской с примусами, включал их и выключал, и никогда никаких происшествий, а тут обжегся. С больной рукой много не наработаешь. И я понял так, что сверху хотят, чтобы я предпринял новую попытку. Я опять отправился на курсы. На сей раз посетителей принимал почему-то сам директор. Национальный, как тогда выражались, кадр, татарин Кадыров. Директор выслушал меня спокойно и повторил то же, что и секретарь. Прием закончен, занятия давно идут, и мы не можем принимать новых людей, когда даже те, кто занимается, не успевают пройти программу. Я вижу, ничего сделать нельзя, и говорю, ну я пошел. А рядом сидел секретарь комсомольской ячейки Майданчик, еврейский парень. Я знал его с виду, потому что он, собираясь жениться, приходил к моему отцу. Майданчик шепчет, не уходи, подожди. Я спрашиваю, чего ждать? Он тихо так, Бог еще поможет. Как? Он отвечает мне стихом из Торы. Разве рука Бога коротка? После таких слов я, конечно, не могу идти. Сижу, жду, чего и сам не знаю. Проходит пять минут. Я спрашиваю, а сейчас можно уйти? Он говорит, нет, жди еще. Жду еще пять-шесть минут. Тут выходит парень в... Тут выходит парень в военной шинели. Николай Бронников его звали. Помнится все, как сейчас. Парень только что демобилизовался и тоже хотел поступить на курсы. Ему директор отказать не мог. Он тут же вызвал преподавателя математики. Тот опросил нас обоих и говорит, не возражаю. Я стал аккуратно каждый день ходить на курсы. Но официально еще не был зачислен. Во-первых, у меня не было документа об окончании девяти классов. Во-вторых, меня уволили с работы. Если я скажу на своей бывшей работе, зачем мне справка и куда я поступаю, они только напортят. Как быть, понятия не имею. Интересно. Как Бог все это уладил? Сперва с работой. Я пошел в отдел, где выдают справки. Там еще не знали, что меня выгнали. И я получил какую-то характеристику. К тому же я потом устроился в другое место с условием в субботу не работать. В общем, статус у трудящегося соответствовал. А потом как-то и со справкой о девяти классах уладилось. Не то мне удалось ее раздобыть, не то без нее обошлось. Забыли о ней. И так я начал учиться. Ни свет, ни заря, я вставал и шел на молитву. С восьми до пяти работал. Занятия на курсах начинались в полшестого. За полчаса надо было добраться в другой конец города. Не успев умыться, грязный, я бежал со всех ног и все равно опаздывал. Занятия кончались в полдвенадцатого ночи. Домой приходил около двенадцати. Когда готовиться к занятиям? И не просто готовиться, а догонять, потому что я здорово отстал от остальных. Пришла пора вступительных экзаменов. Поступал я в химико-технологический. И время такое, во всем нехватка. Не хватало и учебников. Предстоял экзамен по истории партии. Предмету очень и очень весомому. А обязательный для всех поступающих учебник истории партии Волина и Ингулова. Я ни разу в глаза не видел, хоть и окончил курсы. На всю группу был один такой учебник. Слушатели курсов как-то ухитрились конспектировать его по очереди. А у меня на это не было времени. Помню, я сказал Всевышнему, «Ты знаешь, что я хочу исполнить твою волю. Я хочу работать так, чтобы соблюдать субботу. Я сделаю то, что я могу. Ты сделай то, что ты можешь». Короче, пришел я на экзамен и опоздал на полчаса. Почему, не помню. Меня отругали, но экзамен все-таки согласились принять. Сидите, ждите. Тут я увидел у одного студента этот учебник и попросил его на несколько минут. Открываю и читаю. Седьмой съезд партии. Выступление Ленина о заключении мира с Германией. Выступление Бухарина о войне до победного конца. Я успел прочесть страницу, и меня вызвали. Тяну билет. Седьмой съезд партии. Выступление Ленина и Бухарина. И ничего больше не спросили. Так прошел не один экзамен. Было много удивительных случаев. Конкурс в институт был немалый, но я все же попал. Было это в 35-м году. Среди студентов был еврей Максим Эпштейн, убежденный коммунист. Я хорошо знал его отца и никак не думал, что именно он, Максим, будет меня преследовать. Я ошибся. Однажды в Йом-Кипур мы молились в каком-то тайном месте. Молился и Эпштейн, отец. Макс пришел вечером встречать отца и заметил меня. С этого все и началось. Он стал ко мне приставать ужасно. Невозможно было выдержать. Каждый день он отлавливал меня в институте и мучил часами. Ты понимаешь, что ты позоришь честь советской власти перед всем миром. Молодой человек верит в Бога, да еще ходит молиться. Да тебя надо подвести к двери института и дать такого пинка, чтобы ты дорогу сюда забыл. Слушай, может это родители на тебя давят? И он предлагал мне место в общежитии, чтобы я ушел от родителей. Ты что думаешь, ты умнее Ленина и Сталина, кричал он? А люди вокруг слышали, оглядывались на нас. Что я мог ему ответить? Жизнь мне стала немила. Но Бог помог. Макса исключили из партии за примиренческое отношение к троцкизму. И он уехал в Киев. Прошло несколько лет. Я уже заканчивал университет. Был известен как подающий надежды ученик академика Чеботарева. Макс приехал в Казань в гости, и мы случайно столкнулись на улице. Дело было в субботу. Стоим, разговариваем. Максим вынимает папиросу. Я говорю, знаешь, Макс, не надо курить, сегодня все-таки суббота. А, махнул он рукой, все равно я пропащий, но не закурил. Очень он изменился. А позже, в 53-м, я сидел в лагере с его братом. Университет. Как случилось, что я окончил университет, хотя поступал в химико-технологический институт? Дело в том, что, проучившись год, я убедился, инженеру-химику не избежать проблем с субботой. Уже в институте лабораторные работы, как нарочно, приходились на субботу. А ведь в таких работах, что не действия, то нарушения. И электроприборы надо включать, и химические опыты проводить, и записи вести. Выход, однако, нашелся. Поскольку одну тему давали на двоих студентов, я всю практическую сторону опытов сваливал на напарника, а сам морочил голову руководителю, засыпая его теоретическими вопросами и не прикасаясь к приборам. Я настолько вошел в роль дотошного исследователя, что преподаватель как-то спросил, «Слушайте, а почему я никогда не вижу вашего напарника? Ему что, все ясно?» Преподаватель решил, что мои расспросы объясняются исключительно прилежанием. Представляете себе? Разумеется, остальную неделю я добросовестно занимался, наверстывая то, что можно, но все больше сознавал, что эта специальность не для меня. И решил уйти. Не желая терять год, я попробовал поступить сразу на второй курс физико-математического факультета Казанского университета. Мне предложили сдать шесть специальных предметов, которые я никогда прежде не учил, и кроме того, экзамен по русскому языку. В числе прочих был экзамен по физике, который принимал крупный ученый Евгений Константинович Завойский. Пройти весь материал я, конечно, не успел, но удача сопутствовала мне. Экзаменатор задал мне вопрос как раз о том, что я знал. Кроме этого, я не знал ничего, а меня больше ничего и не спросили. То же повторилось и на экзамене по аналитической геометрии. Экзаменатор вышел, и я нашел в учебнике образец решения моей задачи. К следующему экзамену я успел подготовиться неплохо, только в одном месте не смог разобраться. Кого я не спрашивал, никто не знал ответа. Мне задали именно этот вопрос, и уже отвечая, я догадался, в чем дело. Так, благословен Всевышний, я был принят на второй курс, и уже располагая согласием университета, стал хлопотать о переводе из института. Это тоже потребовало немалых усилий. Из института оборонной промышленности просто так не отпускали. Тем не менее, получилось. Субботы в университете Если в году 52 субботы, то сколько раз в жизни я должен был изобрести повод не работать в этот день, причем так и схитриться, чтобы не бросалось в глаза. В университете я дальше ближайшие субботы не загадывал. Планировал только на одну субботу. Я так и просил. Властелин мира, не поминай мои грехи и дай мне возможность соблюсти эту субботу. Почему я не просил больше? До следующей субботы... Почему я не просил больше? До следующей субботы может случиться, не дай Бог, меня не станет, или дай Бог, Машиах придет. У меня был целый набор уловок, позволявших избежать нарушения шабата. Я мазал, например, пальцы йодом и перевязывал руку. Вызовут к доске, я нетрудоспособен. Понятно, каждый раз так не сделаешь, но раз в месяц можно. Другой способ я построил на том, что дружил со слабыми студентами и помогал им в математике, потому что в аудитории сидел с ними рядом. И вот, когда на субботу выпадала письменная работа, я случайно забывал принести тетрадь и на вопрос преподавателя, а вы почему не решаете? Отвечал, мы вместе. Преподаватель был доволен, что я помогаю слабому. А то вдруг, контрольная в субботу, я моментально начинаю страдать от зубной боли и отпрашиваюсь в поликлинику. Врач справку может и не дать, но на этот час я выкрутился. И так каждый раз. Я уже упоминал о Евгении Константиновиче Завойском, известном исследователе парамагнитного резонанса. Он преподавал в университете физику. Мы были знакомы. И вот как-то в субботу он читал большую лекцию на факультете. Слушала его человек двести, не меньше. Я как раз сидел возле выключателя. Время зимнее, в три часа смеркается. Лектор просит, «Зильбер, включите, пожалуйста, свет». Я притворяюсь, что не слышу. Через пять минут он повторяет свою просьбу. И в третий раз. А я не слышу, и все. На мое счастье, какая-то девушка подбежала и включила свет. Я обычно хорошо ориентировался в учебном материале и никогда не отказывался выйти к доске. Но вот однажды профессор Николай Гурьевич Четаев вызвал меня к доске в субботу. Я говорю, что не готов. Он подбадривает. Ничего, я вам помогу. Я тупо отказывался. Четыре раза в течение урока он пробовал извлечь меня к доске, но я так и не вышел. Приятного, сами понимаете, мало. К тому же смущало, что профессор может обидеться. Но он не обиделся. Пришлось как-то бороться с собственной высокой успеваемостью. Из-за нее меня хотели сделать ленинским стипендиатом. А я боялся, если мой портрет появится на доске почета, я стану заметнее, труднее будет соблюдать шаббат. Поэтому я специально старался получить отметку пониже. Один случай запомнился, как действительно жуткий. Отказаться от вступления в комсомол было небезопасно. Ко мне постоянно с этим приставали, а я отговаривался, мол, еще не готов, еще не всего Ленина знаю, не всего Маркса и тому подобное. Так и дотянул до пятого курса. «Ну вот уже близятся выпускные экзамены, а я все еще не комсомолец, недопустимая вещь!» Порторг факультета Голованов подошел ко мне с этим вопросом сам. Я и ему отвечаю. «Я еще не готов, готовлюсь!» Дело было в пятницу вечером. Вдруг всех зовут на собрание поговорить об организации госэкзаменов. Обычный ритуал. Выбирают председателя, потом секретаря. Голованов предлагает секретарем Зильбера. У меня сердце ёкнуло. Догадался, что ли? Хотел принудить писать в шаббат. Пробую отказаться. Не выходит. Но если обнаружится, что я не пишу в субботу, выгонят из университета. Начинается собрание. Люди выступают, вносят предложения по графику экзаменов такую-то группу в такой-то день, в такие-то часы. Я сижу, слушаю. Один студент, Генка Изотов, жуткий непоседа, да всему ему было дело, не вытерпел. «Что же ты не пишешь?» «Подожди, еще запишу». «Через пять минут опять». «Ну что же ты не пишешь?» «Мы же забудем». И сам стал записывать. «У меня камень из души свалился. Раз он пишет, все в порядке». Вечером на исходе субботы я пошел к нему домой и все переписал. Обошлось. Как-то сидели мы с отцом и говорили о заповедях, которые еврей не должен нарушать даже под угрозой смерти. Еврею категорически запрещены три вещи. Отказ от веры в единого Бога, например, переход в христианство, разврат и убийство. Эти запреты нужно соблюсти даже ценой жизни. Другие заповеди можно при определенных условиях нарушить. Так, если, скажем, под угрозой смерти заставляют работать в субботу, еврей должен уступить. Даже если заставляют работать только для нарушения субботы, но это происходит не публично, можно нарушить. Если отказываясь, рискуешь жизнью. Только если требуют нарушить какой-то закон Тары в присутствии как минимум десяти евреев, должно умереть, но не нарушить. Отречения же от Бога, разврат и убийство запрещены безусловно. Особенно подробно мы говорили о первом запрете, о запрещении отрекаться от Бога. Отец сказал, что если еврея заставляют вступить в компартию или в комсомол, а одно из условий партийности, не веря во Всевышнего, то надо идти на смерть, но не вступать. Когда-то, если сын крестился, родители сидели в трауре по нему, как по умершему. По закону, сказал отец, нужно бы так сидеть и по тем, кто стал коммунистом. Этот разговор происходил, помнится, где-то в сороковые годы. В тот день я виделся с Яаковом Цацкисом. Сейчас этого врача-уролога, ставшего Муэлем, знает пол Израиля, а тогда это был совсем молодой паренек. И не знаю почему, под впечатлением, видимо, пересказал ему разговор с отцом. Много лет спустя Цацкис рассказывал, что как раз в день нашей встречи они с братом должны были заполнить анкеты и подать заявление в комсомол. В те времена в комсомол вступали все подряд, как шутили советские люди в добровольно-принудительном порядке. У них в ВУЗе тоже всех записали. Остались только он и его брат. Им выдали анкеты и велели к вечеру сдать вместе с заявлением. После моего рассказа он решил как-нибудь выкрутиться. Они с братом так и не вступили в комсомол. По безумной советской логике почти всех комсомольцев из их группы посадили. Все погибли, а Цацкиса с братом не тронули.